Людина Народной войны поднялась со всей грозной и величественной силой, и не спрашивая, чей путь правил поднималась, опусталась, и в воздействии с Антону, как Бог, пока не погиб, то все нашествие. Так Лев Полстоль выразил свое понимание с пациентами 1818 года. А что думал о них сам народ, поднявший от Людины Народной войны? Какими они остались в его исторической памяти? Эпоха Отечественной войны оставила после себя огромное, почти неисчислимое количество писемных источников. Однако сельные выжилисты отбирают диаграммы, в основном морян, мещан, то есть отражают представление достаточно узкого слоя общества, и более 85% населения России начала 19-го века грамотные лета. Для историка, желающего узнать, каким запомнилось происходившее тому без голоса, еще до большинства, которое само письменных текстов не производило, бесценным и едва ли не основным источником является фольклор – тексты устной традиции, создававшиеся народной массой и отражавшие ее мировосприятие. Изучение фольклора в войне 12-го года в данном ракурсе представляется особенной конструктивной. Письменная фиксация произведений народного творчества была поставлена на регулярную основу российскими новыми и фольклористами, и именно в первой половине 19-го века, когда еще жили были очевидцы Наполеоновского нашествия. Соответственно, мы обладаем многочисленными записями фольклорных текстов об Отечественной войне, полученными, можно сказать, из первых ее современников. Для поколений русских людей 1812-го года в уторжении Великой Армии в самое сердце России, безусловно, оказалось бесконцидентным напряжением. Если в эпоху древней Руси проникновение вражеских сил вглубь русской земли смущалось достаточно часто, и даже с 16-го веки крымские токарочки находили до самой Москвы, то после трагических событий смутного времени российское государство было свои бои между границей. Даже нашествие Карла 12-го на Россию в космосе лишь ее окраинное. И вот теперь, поверьте, спустя после издания из Москвы поля последних иноземных неприятелей, побывавших в древней российской столицы, вражеские войска вновь расположились под всеми ваших временами. Ни современники Отечественной войны, ни их отцы, ни деды, ранее не видели ничего подобного. Тем не менее, эта абсолютно новая до того времени коллизия отразилась по теории, как хорошо не забытое старое. Это речь о каких-либо специфических особенностях освещения событий Отечественной войны по сравнению с описанием армии более ранее вражеское нашествие, в историческом памяти которого сохранилась в том времени в местном народном творчестве. Весь конкрет от начала и до конца представлен в виде серии, ставших в том времени уже традиционным для исторического файкера сюжетом, не имевших прямой связи с тем, что реально происходило в 13-м году. В начале войны безымянные творцы народных песен «Наполеон Король пишет нашему царю Белому, я прошу для одного самого царь не прогневаться, распишет мне квартиру, что на 700 тысяч в своем стольном городе Храненную Москве, господам нашим генералушкам по своим пунктам, а мне Наполеону Королью свои царские палаты». Разумеется, действительно, какой-либо благородный переписки между Наполеоном Александром в речи вышло. Народные специалисты, видишь, адаптированные к новым обстоятельствам, сюжет известный еще по былили, например, обыгрывающих богатах и обыгрывающих мужествах. Написал ему, где на очках скоропейщики, «Я зайду для людей, допищи во Киев в Град, и объедини в Киев в Град в Рожьей Церкви». Выбирался, пришел князь из палатушек, «Я займу за его палатами два камня». Реакция Александра Притёрного Александра Первого на этот вызов неприятия также соответствует обыгранному архетипу, поведению князя Владимира в Красно-Солнышке, возникновение, «Я не знаю, что это в логичной ситуации». Тут Владимир князь не стоит на Киевском, он поговорил где-то с Лапа Ашган, «Ясно хочет, чтоб он тронит свою загорючую, с колоком боком утирается. А лучше — делать определенный царь Александр после получения весьма фруктустного интеракта. Какой-то горный, православный царь, он крепко призадумался, и во царская коронушка земляна предправилась, и во царской коронушке официально это именилось. Были начали до Владимира, Народная песня в войне 12-го года. Эта роль отходит с генералушкой Кутузову и Атаманом Паповым. Последняя фольктория в Отечественном войне фактически выступает в той же ипостаси, что воинной геомбургинской «Катеризм народа». Так, сюжет одна из наиболее популярных песен войны 12-го года, она записана по теористам в наибольшее количество вариаций, где главным действующим лицом выступает вклад в основной своей чести, воспроизводит сюжет воинной обыгенуемости, обыгнувши по гаммам. Воинники, обыгнувши, обыгнувши с грубящих каникул перехожек, приходят к видовищу на трагицу и, оставшись неузнанным, ведет с ним состроенную беседу. В исторической же песне вклада в одежде кутца ведается напаленно. Тексты обоих произведений во многом перекликаются в грубок, и, по-другому, используемые в них образные ряды практически совпадают. Вот, например, что отвечает мимый коллег на расспросы не в КВМ-бургинс. А это же передовище поганное. У нас тут есть в Киеве ребята, ведь домургинцы, а волосы народ рос возрастом ровном с меня, а мы с ним были прайтица Христова. А вот аналогичный опыт не его ключикам обещает Наполеона хорошо заплатить, если тот расскажет о Павле. На что золото терять? Ему можно победать. Он наличка такой, стол на празднице Муронова. Его волосы русы – настоящие мои. Сражения 12-го года с французскими также описываются в партнере с применением террористистических приемов, что и битвы с иноземными врагами, предшествующие строители. Так, в песне в Бургинском сражении присутствуют те же образы, что ранее использовались, к примеру, при описании битвы с катарами на поле поле. Катятся шелома с влачом, добрым коням под копытом, валятся голубые ноги, богатыре есть добрых коней с армуземными. А вот и Бургинском сражении. Как ударились кушат братцы из винтовочек, покатились логучек в плеточек в головушке. Понимаете, постановская кровь для всей этой истории? Если образ летящийся голов вполне органичен для повествования тех примеров, когда воины сражались головным в оружии, то в рассказе об артиллерийском терминаде и оружейном перескалке при Бургинском, он явно выведен анохронизмом. Какие-то исторические памятники родственного народа, французское распространение оказалось в одном ряду с иноземным нашествием в другом времени, воспоминаниями которой перебивались из поколения в поколение человеческих народных творчеств. Неиндивительно поэтому, что у нас французского народа прибыстроен в соответствии с традиционным архитипом захватчиков, представленным в историческом факторе в ближайших временах. Этот архитип, в другом раздражании, был ряд постоянных человек, которые повторялись с произведением в произведение, независимо от того, о нашествии каких именно их наделцев, в них шла и бюджет. Одно из таких неизменных особенностей изображений неприятеля, будут иммунизирующие его искусства. Такое мог принять разное произведение. Пожалуй, наиболее яркое произведение было приписание врагу избыточной жестокости, превосходящей все мыслимые для того времени пределы. Ну, например, старинная песня о щелкане «Таска наездит в двери». Этот персонаж, чтобы получить право на сбор дали, убивает собственного сына и везет его кровь. Другим элементом гуманизирующего дискурса было применение по отношению к неприятию надзаморных эпитетов, наиболее распространенной, из которых голосовали. В фольклоре, в войне 13-го года гуманизирующий дискурс по отношению к танцузам используется в полной мере. Гуманизовать столь избыточная жестокость, какая для манера ведения воин в 19-м веке была, уже практически не мыслим. «Танцуй силу нашел вверх, он и силу нашел вверх, на полон живых вверх, на полон живых вверх, на живых тоже вверх». Активно применяется, а нещеловеческий членер замор в эпитетах. Генерал-дышка заклада справа во фланг. Гринец смотрит, выдвигая их в подзорную группу. Еще он мог принесовать не одна из силы. Другая устойчивая черта традиционного для русского фольклора представления о браке – хищническая природа захватчика. «Придя на Русь, я при ней измену жгут, грабят, а силы не убивают». Этот аспект также широко представлен в подзорном образе француза 12-го года. Например, француз мосту разоряет, с того конца зажигает, с того он девок забирает. Разоренный путь – дорожка от вожайства до Москвы. Да кто ж ее разорит? Неприятие ворфа французского. Однако, пожалуй, определяющей архедемической чертой, которая характеризовала образ врага в русском фольклоре, была его нервиси к христианству. Начиная с глубокого гражданства, практически во всех произведениях густой народной литературы, иначе, иначе приходят на святую Русь, чтобы погубить веру христианскую, разрушить церкви, надругаться над иконами. Как, например, обещает в одной из бэй татарский намечанин Сокольник. «Да и еду я, мой достойный Киевград, на грамме шурмовает достойный Киевград, я собор на большой церкви на дым спущу, я печат на больших книг и в грязи спорчу, чудно образа иконы на могла в воду грушу». И вот эта антихристианская сущность была определяющей чертой французов в русском фольклоре 12-го года. В воображаемом диалоге Наполеона с русскими казаками император французов и французов. «Ах, мы русские казаки, ах, как много опасно стопчун, да в каменном воскну зайдем, с церквей благоясненны, с церквей они заведут». Мотивство чудовищного святатарства, как это превращение в храм в конюшни, широко используется и в русских книгах для демонстрации безбожной слышности и нервности. Например, одолели поганые покороны, наехало поганное иголище, цветы и образа были поколоты, черные млязи были подоптаны, на побожьих царях там камень кормят. В фольклоре вонят в нас холоды, но водитель звучит непрерывно. В одной из песен французский император пасается, «Ай да я добрых камень своих я рассаду, все по-божью, вот я в Казахстан». А вот в обращении диалога в Казахстан узнал, «Кремену в Москву возьму, собором в Казахстан, лошадушку заведу». Немену настойчиво звучит в условно-народном творчестве тема предноверенного нарушения французов и православных церквей. Именно этот фольклорный Наполеон обычно провосплашал своей основной целью – вторжения. Так в одной из песенонов прожавленскому генералу. «Генерал и генерал, я возьму вашу москву, я с вашей соцерквей пристыгую вас обиду». То, что в фольклорных текстах врагам неизменно приписываются и на такие антихристианские наведения, показывает, что, согласно новогодних реставлений, в основе конфликта лежал религиозный водитель. Как говорилось в сказке о Палеоне, французский правитель решил идти в войну на Россию, завиданно благочестивой жизнью нашего батюшки-посударя Александра Павла нашу. В соответствии, поражение Наполеона представило в коллективном воображаемом божьей карты засвященной совершенной святодавства. Наперёд идут князья Баяль, на реке идёт Александра-царь, на головой несёт он саблю в острове, без гладей шельма Наполеона-король. И зачем приходил в временную москву, и разорил все наши божьи церкви. Задонать как, насколько он прогнелся, да я, государь, посердился. При подобном остроении конфликта нас уже буквально удивит широкое применение в матерных текстах французам термина «посурмания». Термин этот произошёл от названия мусульманских отручков десерменов, когда он сыгравших в русской церкви тайн, азолотёрный, и имел чётко выраженные отрицательные коннотации. В 18-м начале 19-го века он использовался для обозначения мусульман, обычно в негативном контексте. А вот теперь он был применён французам. «Ты не хвастай комбор собаку мусульмана» своим сладным парижом. Ну, вы знаете, у Лерманского состворения вот это отборо, с департаментом запрещали барабан, и с департаментом. Много примеров. Коллективных представлений измутных большинства, в том числе в России, французы оказались в одном ряду с программинной версией, которые ранее проходили в одной нарус, и образ которой глубоко отпечатался с исторической памяти народа. Причём, без характеристик у французов, как родители насильников и мародёров, ещё можно объяснить многочисленными фактами реального опыта тех русских людей, кому в 12-м году было непосредственно столкнул с телеприятелем. То восприятие этого вооружённого конфликта как религиозовой не имело под собой никаких объективных оснований, и определялось исключительно археотипическим образом упоренённых объективных воспоминаний. А то, что историческая память народа продолжала как люди по фактёры после войны 12-го года чтобы сохранять её образ как войны религиозной, помогут позволять нам поверить по мнению активных действий русских рожеков, поднявших выборную народную войну. Те отличные фактёры источники, которые так иначе позволяют судить обыкновенно настроения христиан в 12-м году, подтверждают, что простой люд поднялся на религиозную войну против неоприятия на Сурман, в коей-то смертельную грозу для своей веры. Этот разрыв между объективным содержанием открытия его восприятием в основном посвящённости ему, отмечаясь нескрываемым изумлением. Так, дворянин Лес написал, например, в георитетах, что христиане готовились защищать Отечество над вынувшим врагом на Сурман, в медвести, как они сами приполковали, хотя и мы начали смертель. Кроме того, констатация богового, нашедшего отражение фактёры введения русских мобильников позволяет нам понять мотивы их крайней жестокости по отношению к пену-французам, которая шокировала просвечённым современем. Однако для борьбы с медвуком, ставшим воплощением традиционного архетипов, вполне подходили те же самые средства, которые в глубокой древности защитились с другими силами, применялись против её врагов. Вот, скажем, как любимый народный герой Льямовец обходится с пеном-тандарским царём. Тут Ильяк взял сломал белые руки, ещё сломал собаки и другому татарину ломал белые руки, выкопал его ясно очки. можно продолжить вопрос. Скорпуляция в блинных сюжетах и событиях 12-х годов, вероятной была условно, крайне, была чрезвычайно популярна в народе миссия титата на и а по любым ломал обмен плите и и и этот герой он предавали всевозможным людям казни. Я не буду перечислять, в книжке Марии Керой вы дадёте мне мало примера. Антихристианский, гуманизированная природа врага, встаивая его вне морали, в сострадании, допуская и даже приписывая в отношении к нему какое поведение, какое с подобным себе христианин вряд ли посидел, не вряд ли воздушно. Характерно, что быть христианным французом, согласно свидетельству очевидцев, нередко предавался характер ритуалу, который выражал сакральное значение происходившего для торжества веры врагами нефти. По свидетельству очевидцев, христиане стараются максимально продлиться ранее клинику, поскольку быстрая и лёгкая смерть, текст Албая, т.к. оскорблением узкого волна возмездия, и о них христиане будут лишиться его волна в покровительстве. Интересно, что на виду жестокости народной массы по отношениям и неприятствам были вполне понятны к музыку, о чем говорит его разговор с генералом Алисоном в 5 октября 1812 года. Лорис Кон поначалу жаловался на воронежское обращение русских спонсорников . Но ему было указано на невозможность в три месяца цивилизовать нацию, которая, почитая неприятеля, улучшим врагом, нежели хранительская отдача местам. Лорис Кон разразил население, что, если все-таки есть некоторые отличия, может, оно и так это не так будет, но одни нет понятия народа. Впервые за 200 лет спорнувшись с опытом в неприятнице странашествия, обитатели русской деревни, знавшие до того времени, не обладают отношения на тему нектости, лишь из страстей и узконародной литературы. Придели для борьбы с врагом именно тем средством, которым когда-то пользовались их преды. Русские мужики подняли не просто дубину народной войны, что уже само по себе не судило неприятелю ничего хорошего, они подняли ее для ведения войны религиозной, совсем присущим только истребительным, жестоким и тотальним характером. Спасибо Вам, Алексею, за этот очень оригинальный взгляд на войне и создать новые точки зрения истории. Мои директор и директор технологических новых камней, Александр Владимирович, прежде всего, начинал произведение русского бойца, совершенное мероприятие тела одного участия в войне в виде создания народных наполчений, в качестве того, как в начале 15-го, не очень обычным периодом, в том, что раньше народных наполчений вспоминали, как именовались иначе, главные милиции, а также народных и казанских отрядов. Волоскоперадиевские полиции, в северной ферменте, в том, что северной ферменте, в чем они получали отряды, а также народные попрямления. Волоскоперадиевские полиции, в том, что истребление стал в основном истребление обзоров. Они имеют малой прямой связи с событиями, происходившими в непосредственно время войны. Народ осмысывал в виде образов уже готовых. И вкладывал в них просто новое содержание. И, соответственно, какие там особенности партизанские, или обращения. Вот мне отразили, солдатские песни, да, в солдатских песнях там есть. Но солдатские песни это все-таки такой фактор немножко специфический, с теми влияния истинной литературы. А здесь, например, такое консольное изложение событий, например, соленый политический. I am, I am Martha Cosby Arnold from Columbia University in New York. It occurred to me that there might be a connection between something that Professor Roginsky has said in the last paper. I'm sorry to pronounce the last name. Alexander, it was interesting to me. Close the microphone. Close the microphone. We cannot hear you. Close the microphone, please. Close the microphone. Okay. If I can get closer. Sorry. It occurred to me that there was perhaps an interesting connection between what was said at the top. I'm thinking specifically of the letter from Alexander, Czar Alexander to Stein, where he said, you know, that the war was about saving the world from Napoleon, who was, of course, saving the world from the slavery of Napoleon. And in the last paper, it was discussed, taken up this question of the folklore, which I thought was really quite interesting. But I was wondering about this if, Alexander, you had had a chance to think about this in any way insofar part of what was going on with the Muslims and the Ottoman Empire was calling very many people off to slavery in the Ottoman Empire in these earlier years. And I was wondering if that had come out in the folklore at all with regards to this sort of notion of an anti-Christian and so on. Were there any parallels dealing with that question of the Ottomans and slavery and so on? Thank you. Well, and with the and with the Cun UN ofulsions On the пережでも, the вложенный хроникам, то есть образ татарных актеров включает в себя и половцев, и включает в себя и поляков, потому что там, например, татарский хан обращается к своим подчиненным паноку, то есть пан, польского обращения. И потом, когда с турками стали воевать, образ турец, турка тоже пошел в этот идейный образ, потому что там кто-то турки действует, кто-то татары действуют. Турецкий султан, к нему обращается пан султан, но он тоже такое обращение говорит. Здесь же образ литовцев, с которыми в средние века воевали Литва, например, обращаясь к герою Польфера, друг к другу, спрашивая, откуда ты, говорили, из какой орды, из какой Литвы, или грудился в татарское оборудство, грудился в литву врага. То есть смешно, образ синтетический, синкретичный образ врага. И потом, когда уже французы появились в качестве врага во время похода в Суворова, интересно, что в фольклоре песня о походах в Суворова очень часто путают французов и туров. Суворова и он против французов, против туров. И одна и та же песня в разных листах исполняется. Суворова, там Суворова окружили французов, он пошел через горы, через Альфа. А в другом месте Суворова окружили турки, он пошел через горы. То есть образ врага не имеет четкой этнической идентичности, он размытый. Но он имеет четкие черты, что это всегда грабитель, это всегда жестокий, нечеловеческий жестокий враг, и это всегда враг христианства. То есть вот эти черты устойчивые. Ведь личность не имела такого значения. Ну, на этом, товарищ Александр, Александр Чудов, в октябре вы, скорее, замечательный вопрос, что война с Наполеоном в Москве отразилась, как носившая такой антихристианский характер. То есть что ведь. Но здесь важно сказать, что это нужно рассматривать все-таки с точки зрения отношения русского православного центра к Наполеону, но не в целом христианского, не в целом православного христианского. Факт, например, старопляцы, есть факт, что старопляцы обращались к Наполеону с подношениями, с дарами, и выкрашивали у него нюансы. Это очень известный факт, который не умолчился. Поэтому старопляцы, например, в Наполеоне искали некого такого освободителя от бега от своих, от своих коленей, которые испытывали русских православных центров. И на русских православных центров, естественно, что она важна объявлена по данным шансам. Это интересный факт. Я хочу сказать только, что интересно, что действительно ребята применяли при Наполеоне, ну, не собственное интересное, пришественное интересное, но интересно, что представление Наполеоне как антифриста более стольщиками рассматриваются среди просвещённых людей. Ну, и потом Гоголя в мёртвых душах обыграл, как сатиричный. По теории, я многое это вообще смотрел, но и было интересно, что в по теории нет отражения вот этой его конкурсии. То есть то, что церковь пыталась навязать на этот образ, он в по теории так и не отразился. Что касается образа Наполеона как возможного защиты радиостребрянства. Ну, надо сказать, что и во время кампании 1807 года известно, потому что входили среди крестьянства определенные представления, что может быть вот этот человек, который обладает себя естественными силами, может быть, и он действительно будет освободить. Здесь интересно, что такое у нас тоже присутствие в по теории неопределян. Во время войны 12-го года он практически исчезает от опыта. Интересно, что он всплывает от опыта Наполеона освободителя уже после Крымской войны, когда в народном сознании смешали два Наполеона, первый и третий, и широко пределы такое представление, что Наполеон победил Россию, на этот раз он освободит крестьянам, то есть смешение. Но, что касается церкви, церковь действительно против Наполеона выступала, но позиция церкви была достаточно мягкой. Когда Наполеон шел на Москву, там, вот как вы пробуете, широко использовались образы векового завета, то есть очень агрессивные образы. А когда прогрузов погнали, церковь стала Бога использовалась в образы Нового Завета, то есть милость Парши, броняя христианки. Интересно, что броняя христианской милосердии пленными. Интересно быть, что Александр Первый, он вел плату за каждого здавного плену золотой говальдой, здавного жирничного, спаси. И церковь тоже активовала, потому что мы не убивали пленов. А тем не менее, народ поступался не только иначе. То есть, здесь в реальной церкви, оно, если бы был, был очень сильно посредний, и в любом, и в любом, и в любом обиду, и в любом обиду, и в любом обиду, и в любом обиду. Спасибо. Спасибо.